Всем привет! С вами Михаил Ваганов. Поговорим о том, как меняется температура с высотой. Казалось бы, чем выше, тем должно быть жарче. Мы ведь ближе к солнышку. Но нет, это так не работает. А виной всему прозрачный воздух. Солнечный луч проходит через атмосферу, не нагревая ее. Ведь чтобы что-то нагреть, нужно остановиться и отдать энергию. Но воздух прозрачен, луч так и летит без остановки. К примеру, лазерный луч мы можем увидеть только в том случае, если он упадет на поверхность. Или сама атмосфера будет в аэрозоле или в пыли. Солнце не исключение. Все то же самое. Солнечный луч падает на земную поверхность, а уж потом прогревается сама Земля. А от нее, как от батареи отопления, нагревается воздух. И чем мы дальше от батареи или земной поверхности, тем меньше тепла в воздухе и тем температура ниже. Уже знаю, что вы хотите спросить. Ведь горы это тоже земная поверхность. Это так. Но площадь земной поверхности в горах начинает уменьшаться, чем выше они становятся. Итак, запоминаем. Чем выше, тем холоднее. В среднем, температура воздуха будет опускаться на 0,6 градусов на каждые 100 метров высоты. Как решать задачи на изменение температуры? Давайте возьмем простенькую задачку. Относительная высота горы 2000 метров. У ее подножья температура составляет плюс 18 градусов по Цельсию. Скорость изменения температуры с высотой составляет 0,6 градуса Цельсия на каждые 100 метров. Определите температуру на вершине. С чего следует начать? Я советую визуализировать. Давайте нарисуем схему. Гора. Высота горы составляет 2000 метров. Температура у ее подножья плюс 18 градусов Цельсия. Нам необходимо узнать, сколько будет на самой вершине. Первое, с чего мы начнем, это узнаем, сколько у нас 100 метровок в горе. Это нужно нам для того, чтобы понять, на сколько пунктов изменится температура воздуха. К примеру, мы поднимаемся в гору и каждых 100 метров мы съедаем по одной конфетке. Сколько конфет нужно взять, учитывая высоту горы? Мы просто 2000 делим на 100, получаем 20. Мы с собой должны взять 20 конфет. А это значит, что температура изменится на 20 пунктов. Итак, зафиксируем это. Первый пункт. 2000 метров, это высота нашей горы, мы делим на 100, чтобы узнать, сколько 100 метровок. Итого у нас получается 20. Как мы уже сказали, на 20 пунктов изменится наша температура. Но изменение с высотой составляет 0,6 градуса. Вторым действием мы должны будем с вами 0,6 градуса умножить на эти самых 20, которые мы получили в первом действии. И мы получаем 12 градусов по Цельсию. Получается, что температура изменилась на 12 градусов. Помните, я просил вас запомнить, что температура воздуха будет понижаться с высотой. Так вот, температура воздуха у подножья составляет плюс 18 градусов. А мы будем подниматься, значит температура будет падать с высотой. Третье действие. Итак, мы должны с вами от 18 отнять 12 градусов. 12 градусов мы получили во втором действии. Получаем 6 градусов. Итого на вершине у нас будет плюс 6 градусов по Цельсию. Это и есть ответ в этой задаче. Усложним, но алгоритм решения не сильно изменится. Условия. Альпинисты начали спуск с вершины горы Народная до лагеря. При этом температура воздуха у них на вершине была минус 3 градуса Цельсия. Лагерь располагается на высоте 545 метров. Какая температура воздуха будет в лагере, если скорость изменения температуры составляет 0,65 градуса на каждых 100 метров высоты? Полученный результат округлите до целого числа. Итак, визуализируем нашу задачу. У нас есть гора Народная. При этом нам известна температура уже вершины. Минус 3 градуса по Цельсию. Но нам неизвестна высота вершины. Зато нам известна высота, где располагается лагерь. 545 метров. Скорость изменения температуры с высотой будет составлять 0,65 градуса на каждых 100 метров высоты. Схема готова. Но нам не хватает данных. Нет вершины горы. Сколько она метров? Найдем ее в Атласе на физической карте России. Итак, высота вершины у нас будет составлять 1895 метров. Находим разницу между высотой вершины и высотой лагеря. Первое действие. 1895 метров минус 545 метров. Получим 1350 метров. Получим 1350 метров. Занесем это число на схему. 1350. Дальше, как и в прошлый раз, полученную высоту мы делим на 100. Второе действие. 1350 делим на 100. Получаем 13,5 градуса. Третье действие. Теперь, полученное число во втором действии мы должны с вами умножить на скорость изменения температуры с высотой. 13,5 градуса умножаем на 0,65 градуса по Цельсию. Получаем 8,775. Температура изменится чуть больше, чем на 8 градусов. А вот четвертое действие, самое интересное. Мы с вами должны не отнимать, как это было в прошлой задаче, а прибавлять температуру. Ведь мы спускаемся с вершины подножья. А значит температура воздуха будет увеличиваться. Мы с вами должны к минус 3 градусам прибавить 8,775 градуса. Получили 5,775 градуса. Округлим число до целого. Получили 6 градусов. Это и будет наш ответ. Как видите, ничего сложного. Самое главное запомнить алгоритм решения. С вами был оператор и монтажер нашего проекта Алексей Жаров и учитель географии Михаил Ваганов. Всем пока-пока.